Всем привет, меня зовут Виктор и приветствую вас на своем канале, где мы говорим о сыре, хлебе и не только. И сегодня я хочу поговорить о теме печей и печного отопления, так что поехали. Первое, что я хочу отметить, это то, какими дровами вы топите. Часто люди используют, что попало, это сырые дрова. Они могут быть из нужной породы, они могут быть там порубаны, все правильно, но часто всего это просто сырые дрова, которые не успели высохнуть, и поэтому свою печь вы с сажей закоптите. Мы уже вот 5 лет топя свои печи, всегда старались топить именно сухими дровами. Если это твердые породы, такие как дуб или акация, то им реально нужно полежать несколько лет уже поколотыми, чтобы полностью высохнуть. Если же такие как граб или осина или что-то подобное, у нас их много, то им достаточно буквально одного года, полгода даже, если правильное время его срубать. Но все равно им нужно высохнуть. И, конечно же, лучше, чтобы дрова были поколоты заранее, потому что так как волокна открываются, то они через эти волокна отдают влагу быстрее, чем если они лежат просто в чурках. И это второй нюанс, то что реально намного удобнее дрова все-таки колоть зимой, если они очень сложные к обработке летом. Как я понимаю, под влиянием мороза деревесина становится более хрупкой, и поэтому она легче поддается к колке. И здесь же нюанс, что до того, как мы начали заниматься подготовкой дров, подготовкой их к отопительному сезону, мы не использовали никогда колуны особо. Всегда это были просто топор плюс-минус обычный, но, как оказалось, что топор близко не стоит с тем, когда есть хороший колун. И мы сейчас все делаем именно с помощью колунов. Третье, что мы заметили за это время, люди хотят в себя в доме поставить камин. Но по факту реально, чтобы открытый огонь был, то нужна очень сильная тяга. И для этого нужно, чтобы у вас по сути была там большая труба, через которую быстро воздух уходит из дома, и при этом немножко горят дрова. Так что мы часто людей отговаривали, за эти годы ни одного камина не построили. Но что мы строим людям, это камина-печи. Они строятся не канальные, не горизонтальные каналы, не вертикальные. Они строятся как колпаковые печи. Об этом есть много информации в интернете. Есть один печник, и зовут его Игорь Кузнецов. Он именно разработал, он как бы не то, что даже разработал, но на некоторых предыдущих открытиях или практиках он уже более популяризировал этот подход к печному строительству. Вместо того, чтобы газ двигался по каналам, и за счет того, что тяга сильная, он прогревал эти каналы, мы делаем немного другое. Создаем колпак такой, да, и в центре этого колпака, внизу, горит огонь. То есть, сам очаг вот этой главной печи, там, где все разраивается дрова, и мы получаем в результате, что он наполняется дымом, и, соответственно, он нагревается. А в самой нижней точке, где-то в этом колпаке, есть далее проход. Если самые горячие газы вверху, то самое холодное внизу. В этой нижней точке самые холодные газы выходят и наполняют следующий колпак. Ну, они холодные относительно тех, которые там находятся, но они все равно очень горячие. Они переходят в верхний колпак, и в верхнем колпаке снова происходит тоже. Колпак наполняется горячими газами, и в самой нижней точке уже выходит дымоходом. И эти печи часто на вид выглядят как камины, как эта печи, которая в нашем доме, либо подобные, которые мы строили, возможно, видели, если в Инстаграме или в Фейсбуке мы регулярно делимся работами, которые делает отец. Они похожи на камин, они красивы, но при этом они выполняют очень важную реально функцию, они могут отопить полностью весь дом, в то время как камин этого сделать не сможет. Думаю, что люди просто этого хотят, не зная, что есть что-то лучшее. На этом, пожалуй, все. Мы будем время от времени делиться не только советами или опытом, точнее, о сыре и хлебе, но также о печах, так как сейчас есть возможность больше снимать, и когда начнутся новые проекты, это будем уже показывать более детально, как мы показываем сыр и хлеб. Но этому еще предстоит быть. Сейчас благодарю за ваше внимание. Надеюсь, это было полезно, интересно, опознавательно. На этом все. Пока.